Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Долз. Сегодня приглашаю вас на кукольное чаепитие. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь вкусненькое в чашку и давайте поговорим сегодня о бумажных куклах. Бумажные куклы в привычном для нас виде появились в 17 веке. И это были напечатанные на листах картона светские дамы с обширным гардеробом. И носили эти листы рекламный характер. Ведь тогда журналов мод не было. И эти листы были для того, чтобы продемонстрировать светским дамам новые веяния моды. В 18 веке для детей начали выпускать бумажные игрушки. И в этот момент вспомнили про эти листы с нарядными дамами. Именно тогда обратили внимание на те самые модные каталоги. И так появилась знакомая всем нам бумажная кукла, которую нужно было вырезать из картона и весь ее гардероб. Так как производить начали этих кукол в Англии, то и называли их английская кукла. И куклы предназначались для обучения девочек через игру. С помощью бумажной куклы девочка получала уроки стиля. Первая кукла была 20 сантиметров в высоту. Она была напечатана на плотном картоне. И к ней прилагалось 6 наборов одежды со всеми необходимыми аксессуарами. Одетая изначально кукла была в корсет и нижнюю юбку. Вообще всегда бумажные куклы одеты в нижнее белье той эпохи, которая является приличной для сегодняшнего дня. То есть сегодняшние бумажные куклы, они в каком-то бикини, например. Но тогда это был полный корсет и нижняя юбка. Конечно, вскоре появились самые разные куклы во всех странах мира. Они стали безумно популярны. Начали выходить куклы девочки, мальчики, женщины, мужчины. И самых разных размеров, возрастов, с самыми разными образами, с самым разным гардеробом. И, конечно же, появились бумажные куклы в виде известных людей. Актрис, монархов и прочих других знаменитостей. В 19 веке произошел настоящий бум бумажных кукол. Они были буквально повсюду. Их печатали везде. В рекламе, в упаковках с продуктами, в газетах, в журналах. И это был очень умный ход, потому что он повышал продажи этой самой продукции. Многие периодические издания шли на мелкие хитрости. В одном номере своего журнала или газеты они печатали саму куклу. И говорили, в следующем вы получите для нее набор одежды. А в следующем номере выходила немножко одежды. И было сообщение о том, что в третьем номере вы найдете ее друга. То есть, и так вы собирали из номера в номер целую серию. И бумажная кукла с гардеробом в красиво нарядной коробке стала очень дорогим и популярным подарком. Производители бумажных кукол не стояли на этом. Они все время хотели улучшить свой товар. И так появились двусторонние бумажные куклы. То есть, у них была передняя часть и задняя, которые склеивались друг с другом. Одежки у этих кукол были тоже двусторонние. То есть, они были уже не на заклепках, а одевались через голову. Я помню, что у моей подруги была такая кукла, и почему-то она мне очень не нравилась. Дальше больше появились бумажные куклы с гардеробом, который буквально приклеивается к их телу с помощью магнитов. Сейчас мы видим бумажных кукол, которых можно одевать с помощью многоразовых наклеек. Вы приклеиваете наклейку к телу куклы, и потом можете ее обратно отклеить. Продолжение следует... И именно бумажным куклам мы обязаны появлению Барби. Ведь куклу Барби Рут Хендлер придумала именно благодаря бумажным куклам. Ее дочь не любила играть в пластиковых пупсиков. Ей нравилась взрослая бумажная кукла со взрослыми нарядами. И именно благодаря этому Рут Хендлер решила, что нужно выпустить пластиковую куклу, но изображающую не младенца, а взрослую девушку. В моем детстве бумажные куклы были невероятно популярны, и я их очень сильно любила. Они продавались отдельными книгами, они печатались в разных журналах. То есть, они были повсюду, их было очень много. И, конечно же, мы их рисовали самостоятельно. Конечно, в моей коллекции была кукла Барби бумажная, и она была моей самой-самой любимой куклой. Кстати, журналы с куклами Барби до сих пор можно купить на ebay в идеальном состоянии. И стоят они от 5 до 15 долларов за альбомчик. И мне очень жаль, что бумажные куклы медленно, но верно идут к своему закату. На мой взгляд, это была очень-очень крутая игрушка. Любой, абсолютно любой человек мог за несколько минут создать для своей куклы наряд, который вообще он захочет, который есть в его фантазии. И было на самом-то деле неважно, как вы рисуете, красиво или некрасиво, какое у вас качество этих самых бумаг и фломастеров. Вы просто занимались творчеством, и это было очень интересно. Сегодня бумажных кукол создают и дизайнеры Integrity Toys. В прошлом году членам клуба высылали бумажных кукол, которых нужно было раскрасить, вырезать. Это делалось для того, чтобы поддержать членов клуба, которые сидят на карантине, и им грустно, и для того, чтобы мы могли поиграть. И спасибо, что посмотрели это видео, и если вам было интересно, то не забудьте поставить лайк и подписаться. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok